Привет, друзья! Свершилось! Дуджи решила выпускать планшеты и у меня в руках оказался первенец DUDGE T10. Да, так бывает, рынок планшетов стал немного шевелиться и многие производители смартфонов на это активно реагируют. Это хорошо, потому что среди планшетов нет такой жесткой конкуренции, как среди смартфонов. Выпускается планшет в трех вариантах расцветки. Мой экземпляр в сером цвете, точнее сказать Space Gray. Также есть варианты в голубом и серебристом расцветках. Диагональ дисплея составляет 10,1 дюймов. И еще, друзья, прошу вас обратить внимание на солидный объем памяти. 8 гигабайт оперативной и 128 внутренней. Очень круто, особенно учитывая привлекательную стоимость. В официальном магазине DUDGE на Алиэкспресс этот планшет можно приобрести менее чем за 10 тысяч рублей. Ссылку с актуальной ценой и с дополнительной информацией я оставлю в описании к этому видео. Ну а теперь давайте подробно смотреть, что мы получаем за эти деньги. Обычно производители планшетов ограничиваются транспортировочной пленкой. Здесь же в комплекте идет еще и чехол. Очень круто, во-первых, он убережет внешний вид планшета. Во-вторых, он очень практичен. Например, для того, чтобы смотреть видео, у вас не будет необходимости заморачиваться с подставкой. Все решается с помощью чехла. Единственное мое нарекание к чехлу в том, что он не закрывает выступающие камеры, поэтому класть на стол или какую-нибудь другую поверхность я рекомендую камерами вверх. Что еще важно, на экране присутствует заводская защитная пленка. Очень здорово. Обычно, когда покупаешь планшеты, понимаешь, что придется еще тратиться на чехлы и пленки. Здесь же все под ключ. Также в коробке имеется краткое руководство пользователя, гарантийный талон, ключик для излечения сим-карты и памяти, кабель USB Type-C, адаптер питания с поддержкой быстрой 24-ваттной зарядки. Но это еще не все. Помимо прочего, Doogee кладет в комплект еще и перо. С одной стороны которого обычная шариковая ручка, а с другой специальный стилус, предназначенный для емкостных экранов. Его можно использовать как для навигации по меню, так и для каких-нибудь зарисовок. Конечно, это не сравнить с активным стилусом, но иногда это удобнее, чем пальцы. По итогу комплект шикарный, докупать дополнительно, по сути, ничего не надо, ну разве что беспроводную клавиатуру, если планируете использовать планшет для работы. Ну что, друзья, могу определенно сказать, что в цвете Space Gray выглядит и ощущается планшет очень даже неплохо. Выполнен он из авиационного алюминия, который приятно холодит руку. Единственное, что я нахожусь здесь странным, это слишком крупные в стиле Apple камеры. Я понимаю, что сделано это по большому счету для привлечения внимания. И это не первый планшет на Android, где использован такой дизайн для камер. Ранее подобное можно было увидеть в Blackview Tab 13. Радует, что в блоке камеры есть вспышка, которую можно использовать в качестве фонарика. Касаемо других элементов корпуса, слева ничего нет, зато справа можно увидеть целое богатство. Это аудиоразъем, кнопка питания, качелька регулировки громкости, микрофон и разъем Type-C. Сверху комбо-слот для сим-карты и карты памяти. Ну и внизу можно увидеть два динамика. Вес планшета составляет 570 грамм, это чуть больше среднего, а толщина семь с половиной миллиметров, что также немало. Я думаю, что это связано прежде всего с достаточно мощной батареей на 8300 мАч. Обычно аналогичные планшеты оснащаются куда менее емким аккумулятором. Соотношение экрана корпуса составляет 81%, для планшета это нормально, так как рамки позволяют избежать случайных нажатий. Дисплей выполнен по технологии IPS и при диагонали 10,1 дюйм имеет разрешение 1920 на 1200 пикселей, что соответствует 224 ppi, что даже больше чем у Samsung Galaxy Tab A8, который стоит почти в два раза дороже. Запас максимальной яркости не очень большой, 300 нит, в большинстве случаев этого будет вполне достаточно. Дискомфорт может возникнуть разве что на очень ярком солнце. Кстати, как ни странно, автояркость здесь отсутствует, поэтому придется регулировать яркость вручную, в зависимости от освещения. Ночная подсветка имеется на всех Android устройствах, однако здесь она отдельно упомянута производителем и даже получила сертификат от TUF Rheinland за комфорт для глаз. Возможно, здесь она действительно наиболее хорошо защищает от синего цвета, но мне, честно говоря, смотреть на этот зеленый цвет без возможности изменения интенсивности, ну, честно говоря, совсем не нравится. Также в настройках дисплея имеется раздел, в котором можно настроить цветовой режим и температуру. Я в основном использовал планшет для просмотра видео на YouTube и могу сказать, что в этом деле он действительно очень хорош. Конечно, расположение динамиков здесь не самое лучшее. Странное решение расположить их рядом, а не с разных сторон, как это обычно бывает. Но в целом все окей, динамики очень громкие, хоть далеко не самые лучшие по качеству. Давайте послушаем. Благодаря наличию аудиоразъема можно использовать проводные наушники, беспроводные также можно. Версия Bluetooth в планшете 5.0. Из биометрических методов разблокировки здесь имеется только лишь разблокировка по лицу. Но, однако, настроить у меня ее так и не получилось. Давайте попробуем еще раз. Вдруг фортуна улыбнется. Друзья, никак не получается настроить, хотя ранее с другими планшетами у меня такой проблемы никогда не было. Касаемо программного обеспечения, работает аппарат на Android версия 12, причем здесь нет никаких дополнительных приложений, рекламы. Так что, думаю, многие это оценят. Здесь доступны стандартные вещи, которыми вы привыкли пользоваться на других Android устройствах. Например, можно запустить разделение экрана. На планшете из-за большей диагонали экрана это делать гораздо удобнее, чем на смартфоне. Управление планшетом осуществляется при помощи трех сенсорных кнопок назад, домой и последнее, но при желании вы также можете активировать и управление жестами. Из интересных фишек отмечу просмотр уведомлений в вертикальном положении. Например, для того, чтобы смотреть время, просто берете планшет в руки, никуда не нажимаете и увидите время. Также имеются такие фишки, как смарт-звук, при активации которой звук уходящего вызова при взятии планшета будет приглушаться. А для того, чтобы включить режим «Не беспокоить», достаточно просто перевернуть планшет. Ну и для того, чтобы быстро сделать скриншот, достаточно провести по экрану тремя пальцами. Друзья, когда я сказал про входящий вызов, я не оговорился. В этом планшете действительно есть телефон. И если вы вставите сим-карту, то сможете совершать звонки, разговаривая по громкой связи или через гранитуру. Также стоит сказать о том, что помимо LTE, планшет поддерживает Wi-Fi, который может работать как в диапазоне 2,4 ГГц, так и в более быстром 5 ГГц. Работа планшета очень шустро, каких-то явных лагов и тормозов здесь не наблюдается. Да и в тесте Antutu планшет показал себя очень хорошо, набрав почти 231 тысячу попугаев. Все это во многом благодаря как голому Android, так и весьма популярному восьмиядерному процессору Unisoc Tagger T606. Вкупе с 8 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить до 15 ГБ. Да, в настройках такая возможность есть, но никому не рекомендую я этого делать, потому что во-первых, даже 8 ГБ здесь более чем достаточно, во-вторых, оперативная память здесь высокоскоростная, стандарт LPDDR4, а дополнительная оперативка расширяется за счет внутренней памяти, которая здесь достаточно старого типа, EMMC 5.1. Соответственно, работать выделенная оперативка будет не очень быстро. Объем встроенной памяти здесь большой, 128 ГБ, который вы также можете расширить каждой памяти объем до 1 ТБ. Так что с памятью здесь все окей. А как обстоят дела со временем автономной работы? В общем-то, с этим здесь также проблем быть не должно. Обычно в подобных планшетах емкость аккумулятора 7000 мАч с небольшим. Здесь же DUDGE подстраховалась и внедрила батарею на 8300 мАч. Это позволяет использовать планшет без подзарядки в течение дня. Производитель заявляет о 7 часах в режиме просмотра видео, о 25 часах прослушивания музыки, а в режиме ожидания вообще 601 час. Еще, друзья, заметил один парадокс. Обычно часто бывает так, что производители экономят и кладут в комплект менее мощный адаптер питания. Здесь же с точностью наоборот. Штатный адаптер на 24 Вт, при том, что планшет поддерживает максимум 18 Вт. Ну и напоследок скажу пару слов о камерах, которые в бюджетных планшетах всегда хуже, чем в аналогичных смартфонах. И это понятно, потому что камеры в них служат обычно для того, чтобы оперативно сфотографировать какой-нибудь документ или для общения в видеозвонках. Но к камерам Doogee T10 у меня вопросов больше, чем это обычно бывает. Во-первых, на задней панели мы видим две камеры, одна из которых это 13-мегапиксельная основная камера, а вот что из себя представляет вторая камера, я так и не понял. Обычно это вспомогательная 0,3-мегапиксельная камера для портретных фото. Но дело в том, что в приложении камеры портретный режим просто-напросто отсутствует. И я нигде не нашел информации об этом даже в инструкции. Вторая камера указана просто как дополнительная камера. И у меня возникает подозрение, что вот эта вторая камера является всего-навсего декорацией. Второе, что меня смутило, это тормознутость приложения камеры. Для того, чтобы сделать более-менее нормальный снимок, приходится ждать. Фокусировка работает недостаточно быстро, как этого хотелось бы. На выходе снимки при хорошем освещении получаются приемлемыми. Но часто бывает так, что они уходят в синеву, поэтому хорошо, что здесь есть профессиональный режим, в котором в том числе можно изменить баланс белого. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. По умолчанию она улучшает ваше фото, делая кожу более сглаженной. Но при всем этом цветопередача вполне ничего. В отличие от основной камеры, которая записывает видео максимум в Full HD разрешение 30 кадров в секунду, фронталка умеет записывать только в HD разрешение также 30 кадров в секунду. В общем, друзья, что хочу сказать. Камера здесь на троечку и очень хочется надеяться на то, что с последующими обновлениями ее здесь подтянут. Что ж, настало время подводить итоги и делиться своими впечатлениями. Скажу честно, DOOGIE T10 меня не особо впечатлил. Все-таки есть много программных недоработок, которые стоит улучшить. Главными козырами планшета являются богатая комплектация и очень хорошее аппаратное обеспечение за относительно небольшие деньги. Если вы ищете планшет для интернета, просмотра видео и не очень тяжелых игр и располагаете при этом бюджетом до 10 тысяч рублей, то присмотреться к этой модели стоит. На этом все. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то поддержите вам лайком, оставляйте комментарии, что думаете о DOOGIE T10, задавайте вопросы. Также подписывайтесь на канал, если не сделали этого ранее, и на группу КМ-ревью в телеге. Будьте счастливы и главное не забывайте, все самое интересное еще впереди.